Да что это такое вообще? У меня, смотри, у меня человек, который что-то делает. Дедушка, это. Он подарил дедушку меня, я по-моему, ему нужно как-то ставить память, внести вклад. Смотри на этот забор. А сейчас мы придем, значит, уставшие после этой обильной съемки, вымотанные. А дома есть ли они еще? В домике? А я дядя Волк, который сдует сейчас в твой домик. Ага, 218 номер, если что, 218. Да, да, мы готовимся просто. Да? Нет, неплохо, очень хорошо. Очень слабая палмочка. Мам, есть ножницы? Не, да. Вот эти должны быть на равнине, а они у тебя находят к маме. Настоять! Это сложно, но нет. Это лодочки. Как у нее быстро получилось-то? Не очень просто подготовить речь, чтобы выразить к тебе свои чувства сегодня, чтобы описать свои мысли и пояснить тебе их так, чтобы это не выглядело как-то пафосно, наигранным, а наоборот очень искренним. А я постараюсь. Я хочу, чтобы ты знал, что я действительно тебя люблю. Люблю за то, что ты очень вкусно готовишь. Люблю за то, что ты отнимаешь мою часть одеяла ночью. А когда я беру второе одеяло, ты его тоже отнимаешь. Люблю за то, что ты всегда и везде опаздываешь, как бы даже сегодня. Люблю твои амбиции, твою импульсивность, твою наивность. Просто знай, что человек, который стоит напротив тебя, никогда не посмеет причинить тебе боль, а наоборот делает все, что ты была счастлива. Я просто хочу сказать, что ты сейчас все для меня. Есть до, есть после. Так вот, я хочу жить в этом после, только с тобой и с нашей кошкой Марусей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я тоже хочу произнести тебе клятву. Тоже очень сложно было подобрать слова, я ее писала в самый последний момент, ну как я все всегда это делаю. Я тебя люблю за многое, не передать словами за что. Ты для меня весь мир. Я очень сильно люблю, когда ты бурчишь на меня, когда я кладу не туда твои вещи. Я очень люблю, как ты заботишься о нашей кошке. Иногда мне кажется, что ты реально любишь ее больше, чем меня. Я люблю, когда ты всегда переживаешь за меня, волнуешься, терпишь то, что я долго крашусь и опаздываю. Люблю, когда мы вместе готовим. Я очень счастлива сейчас находиться рядом с тобой в этот момент. Это самый лучший день в моей жизни. Но пока что, может быть, потом, когда у нас будут дети, это будет второй мой самый лучший день. Я хочу сказать, что я желаю нашей семье только увеличиваться. И чтобы мы были счастливы, шли всю жизнь рука об руку и становились только лучше друг для друга. Я тебя очень сильно люблю. Я знаю, что если я буду говорить, то я буду очень сильно плакать, и вы никто ничего не поймете. Поэтому я приготовила видео поздравления. Да, надеюсь, оно тебе понравится, и ты поплачешь. Я хочу, чтобы ты поплакал. Однажды Гименея, бог новобрачных, заметил, что Денис ходит мрачный. Но как же так, воскликнул он, совсем один гуляет без друзей. Пора его знакомить с девой юной. Тогда доволен будет он фортуной. И что ж, его идея удалась. Смотри, какая свадьба собралась. И вот за эту славную идею мы благодарны богу Гименею. Денис ходит. Денис ходит. Денис ходит. Денис ходит. Гименею. Доченька, мы отдаем тебя в руки настоящего мужчины. Мы уверены, что он станет для тебя надежной опорой, защитой, поддержкой. Рядом с ним ты будешь счастлива, а значит будем счастливы и мы. Хочу, чтобы вы слушали родных и с вашей стороны, и с вашей обоих. Прислушивались и слушали, но решения принимали сами. Чтобы любили друг друга, это основное. Я всегда всем желаю здоровья, в наше время это самое основное. Ну и внуков. Живите в дружбе и согласии, учитесь каждый день ценить. Семья с детьми, какое счастье, и вам теперь его хранить. Вот она, поехала. Семья с детьми, какое счастье, и с детьми, и с детьми, и с детьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова